Мы ожидаем парада шестников, нужно прогуляться в зону СМИ, посмотреть как ребятки катают, как это выглядит вообще со стороны. Сейчас, короче, Федором Хвоста лидером. Это фейл года, господа. У меня ушло сутки на то, чтобы съездить в Тюмень, забрать мотор и вернуться обратно. В общем, вчера, когда с Тюмени выехал, это где-то часов, наверное, в 11 вечера, начало меня очень сильно вырубать. Я думаю, ну, чтобы без происшествий, лягу полчаса по Кемарию и поеду дальше до Иката. Все, остановился, сидя вот так же уснул, проснулся через 12 часов, потом повернул не туда, доехал почти до Тюмени, прикиньте. Увидел указатель, что остается 50 километров до Тюмени, развернулся и поехал в Икат. Короче, ребятки, отдыхайте, спите, а потом работайте. Ну ладно, что бывает. В общем, все, до Иката добрался. Сейчас поеду мотор разгружать. Ну и заниматься дальше делами. Максон Патиссон. Макс, посмотри сюда. Покажи, что у тебя там. Что, новый Hot Wheels? Покажи, покажи всем, какой у тебя Hot Wheels новый. О, пикап, да, это? Пикап, да, новый джип? Открывать? Хорошо, давай, открываем. На, держи. Нравится? Ага, Газель нравится больше, да? Газель больше нравится? Вау. Вау. А в штанину-то зачем она поехала у тебя? Оп. Ты спрятал? Нет. Все, нету. О, нашлась. Ну-ка, прячь еще раз. Оп. От кого спрятал-то? От меня, что ли? Да? Вот она, да? Да? Боти. 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 Как? О, смотри, пена пошла. Грязная машина моется, да? Клево. Смотри, сверху пена тоже падает, Макс. Смотри, сверху пенка тоже падает. Клево. Восторг. Нравится? Смотри, щетки пошли. Ребятки, давненько не было рубрики готовки от Остапа. Пришло время это исправить. Решил сегодня семейство свое порадовать лазаньей. Первый раз буду лазанью готовить. В общем, нашел там один рецептик интересный. Сейчас с вами поделюсь. Итак, значит, полетели. 800 грамм фарша говяжьего сюда залетело. Это все томится по-тихому. Помидорчики вот так надрезал. Сейчас кипяточком жесткую хреновинку эту середку вырезал. Сейчас мы их оп, кипяточком ошпарим. Оставим ноздерик времени, чтобы кожу тут снять. Кто-то, наверное, может из кожи засунуть, но что-то мне как-то неохота потом ее выковыривать из пасты. Чик. Чик-пик. Сейчас сюда, значит, бахнем томатную пасту. Решил я со всякими травами это все сделать. Томатная, с пряными травами, чесночочком. А сюда я забубенил вот такие итальянские травы. Малыха здесь окрошкой занимается. Я как понял... Забубенил, чепок. Потом удивлялся. Ладно. Малыха здесь возмущается, что... Ну, у меня озвучка такая. Забубенил, чепок. Вот это вот все. А потом, говорит, удивляемся, почему Максим первую фразу сказал. Ты че? Ну, так-то... Он всем говорит, ты че? Ты че? Ну, так-то он ты че сказал после того, как сказал мама, папа и баба. Ну, так что? Ты че, в принципе, не такое плохое слово. Знаешь, это не ругательство какое-то, просто ты че. Правильно же, да, ребятки? Смотрите, уже как вкусно. Аааа. Вообще. Я вам так скажу. Я сильно люблю насыщенные вкусы. Вообще, надо типа две ложки пасты ложить. Но я сюда шлепнул всю банку. Для того, чтобы было это все дело понасыщеннее. Ты че меня не изображаешь ходить? Шлепнул, шлепнул. Потому что, ну, правда, люблю более насыщенные вкусы, нежели, ну, такие, знаете, типа как есть настоящая кола, а есть сок добрый, который делает кола такая, типа полукола какая-то Поэтому сюда добавил всю банку, сейчас томаты сюда еще добавим, потом поперчим, посолим и зелени сюда еще добавлю Сейчас томаты чищу и понимаю, что сюда бы, знаете, с грядки такие переспелые, супер красные, было бы наверняка еще вкуснее Эти какие-то розовенькие, как будто недоспелые, ну, сорян, что есть в магазине, то и берем А огорода своего нет Если плохо чистится, значит, надо еще подождать, либо еще кипяточка добавить Вот первые хреново чистились, первые самые, а вот которые подольше полежали, те прям вообще отлично Сейчас, в общем, мелко их настругаю, хотя мне кажется, не, я лучше их нарежу супер мелко Так, значит, томаты готовы, полетели дальше Чесночка добавил сюда еще Сейчас будем соус готовить Сейчас это дело замешаем Поставим сейчас в духовку еще Это, в принципе, можно уже, мне кажется, на хлеб намазать и так оставить Малый, будешь ложкой есть это? Я че? Я че? Какой-какой? Я же на диете, всегда на диете Сразу в жизни на диете, всегда на Ну ладно Все, закрыли, забыли Так, значит, что еще добавил В общем, малыха лук не ест, поэтому мне пришлось Ну, я выкручиваюсь в виде порошка сюда, шлепнул Потом перец она не ест, поэтому я горохом справляюсь Горошок сюда шлеп Если ей попадется, выплюнет, а я его нормально там разжую Потом орегано Базилик попробовал И, в общем, на вкус только что прикинул Ребятки, как по мне, если делаешь с томатной пастой что-то Ну вот, типа томатное какое-то блюдо И недостаточно тебе томатности И вам захочется потом кетчуп добавить Лучше его добавить, короче, сразу Поэтому я сейчас шлепну сюда еще хаймса немного И по вкусу доведу Ну и соли, кстати, я еще добавил сюда Значит, запомните Если вы что-то, какое-то томатное блюдо делаете Я не знаю, там Пасту, болонезе, еще что-то И потом вы добавляете туда кетчуп Это значит провал полный Лучше надо было сразу довести это до нужной кондиции Чтоб томатность, так скажем, была на уровне Вот, поэтому я сразу шлепнул Как и говорил, помидорки оказались так себе Ну, типа, безвкусные Пришлось эту вкусность добавить хаймсом Значит, получается вот такая штуковина у меня Это сливочное масло с мукой Вот такая консистенция получилась Это я украл от... Ну, вы поняли Вот этой штуки Погнали Ну, типа, заливаем молоко туда-сюда Довоим до кипения Довоим потом до консистенции Типа Такой густой массой, типа, сливок В общем, занимаемся вот этим долгим процессом Мешаем, чтобы комочков не появилось Кто кашу когда не готовил, тот поймет Так, алё, стопэ Поправочка, до какого кипения Сторис пересмотрел До кипения не доводим Довоим до состояния густой массы Если густеть не будет Ну, короче, я терпеливо жду Если густеть не будет, то я просто сюда Шлепну ещё муки В общем, ребятки Первый раз я вот это делаю Поэтому давайте не обессудьте Если кто-то там это уже делал Можете подсказать что-нибудь там на фоне По мне можно вот это уже Даже если честно И вот этой штукой не заниматься Вот это уже, в принципе, очень жирно выглядит Я уже готов, если честно Накладывать слои И всё в духовочку Но нет Действуем по рецептуре Всё-таки Закончим О, началось, началось Смотрите Как на блинчике Как на блинчике Начало столовиться Ну-ка, ну-ка Поменьше, поменьше Огонь Поменьше огонь Во, прикиньте, работает Так-так-так Главное, чтобы комочками не стало Реально, смотрите Сливками становятся Всё, надо сюда ещё сейчас добавить Так, ребятки Всё, руки заняты Так, ребят, значит, рассказываю Устал ждать, пока вот эта штука загустеет Уже поднял буста на два отделения Уже на шестой программе идём Начало густеть Пойдёт Я думаю Мы уже близки Подготовил Значит, тару Это всё Чтобы потом не отдирать Не отмывать В пергаментную бумагу Приготовил сыр Жду только вот Вот эту штуку Как бы я понял На самом деле Для чего вот это надо Это нужно будет Залить Сейчас Потом положить Вот эти штуки И каждый раз Когда слой Дермишели Вот этого Лазаньи мы кладём Потом в духовке Это всё молочной массой Вот этой Должна Должна будет пропитаться Макаронина, короче Так что вот ждём Я уже прям чувствую Мы очень близки Сейчас духовку запустим Это всё слоями быстро выложим Но у меня Я планировал маленькую тару Но как будто здесь можно Кстати, есть у меня в процессе готовки Одна проблема Вот я, например, планирую Знаете, суп готовишь Такую маленькую кастрюлю Взял такую Ну, на пару дней В итоге получают У тебя вот такой вот чан И ты неделю ешь Один этот суп И такой думаешь Блин, да когда ты уже кончишься Вот здесь получается Примерно такой же процесс Что-то слишком много всего И как будто бы Сейчас придётся Переобуться По объёму тары И сделать это всё Вот в такой вот Опять на неделю Так, ну как будто бы Ребят, всё Достаточно, да? Смотрите Оп, даже рисунок остаётся На нём Всё Похоже, достаточно Всё, сейчас эту массу Будем сюда заливать По чуть-чуть Выкладывать слои Сейчас духовку ещё запустим На низком старте Ну-ка Чик-пик Оп Оп Давай, родная Пойди Давай Борилла Лосограда Или что там Колизония Открываемся Будет, конечно, смешно Если там пять макароней А, не, нормально Ну, кстати, как будто бы Как будто бы как раз Вот так вот высоту набрать Оп Что, по две штуки, что Вот так Оп, одна Вторая Блин, что-то как-то Со скрылёнными краями Не растёт Как у вас-то, походу Оп 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 Во Будем здесь делать Да, смотрите Чётко Всё, ребят Погнали Значит, смотрите Соус есть Первый пошёл Давай, второй Второй пошёл Оп Всё, сейчас вот это туда В топочку Ой, мамма миа Вкусовые сосочки Сегодня у кого-то Прикстанут И чувствую Я сейчас попробовал Вот эту массу Я вам отвечаю Ребятки Я её довёл просто До совершенства Она такая вкусная Такая насыщенная Просто Ну, типа томаты Как будто, знаете Томаты Так томаты Вообще Хайнс порешал вопрос Томатная паста порешала Перчик Чесночок Всё порешало Вообще Так, сейчас заполняем Этот этаж Потом сверху Вот здесь опять Наливаем Вот это Кстати, периодически Помешивайте Потому что Смотрите, что получается Видите Плёнка Поверху появляется Чтоб плёнка Эта Не образовывалась Лучше, чтобы помешать Всё, сейчас Этот этаж Опять перекрываем Этим Потом кладём Лазанью И так далее И тому подобное Кайф Чуть было Вас не обманул Ну, только что Сырочек же Ещё Сырочек Сырочек Ребятки Сырочек Не жалейте Сырочки Силы Вообще Что, знаете Когда вы потом Разрежете Начнёте Доставать Вот так вот Квадратик Чтоб он там У вас Тянулся Бесконечно Ещё Ещё Требует Определённых Навыков Ну и Времени Ну и Желания Итак У нас Пошёл Третий Этаж Третий Этаж Ну и Как будто Будет Четвёртый Заключительный Остальное Малыха Видимо На хлеб Намажен Скушает Малого Выкладывает Поэтому Без Музычки Ребятки Так что Сорян Оп Так Сейчас Опять Вот это Сюда Потом Опять Лист Потом Это Потом Опять Это Сыр А Вот Сейчас Сыр Сюда Ещё Итак Всё У нас Заключительный Слой Положен Сверху Прикрыто Это Всё Двумя Макаронинами Сейчас Вот это Дело Всё Заливаем Обильно Остатками Соуса И Потом Сверху Засыпаем Всё Излишним Слоем Сыра И В Духовочку Сейчас Ладно Ребятки Надо Вычистить Ну Всё Полетело Опа Давай Роденька Чпаньк Смотрите Процесс Идёт Ой Шкаль Разопотело В общем Ребятки Там Очень Вкусно Очень Вкусно Ещё Смотрите Важный Момент Важный Момент Когда Покупаете Лазанью Читайте Они Просто Есть Двух Видов Которые Требуют Предварительного Отваривания Но Как По Мне Лучше Их Предварительно Не Варить Это Ещё Лишняя Морока Поэтому Читайте Чтобы Не Требуют Предварительного Отваривания По Времени Это Заняло Знаете Сколько Хуля Лучше Не Готовить В любом Случа Это Заняло В два Раза Меньше Чем Малых Окрошку Резала Вот Она Тока Её Нарезала Все Ладно Все Не Рассказывай Что Это Геморрой И Смотрите Ещё Опять Же Излишки Вот Эти Остались Но Я Вам Отвечаю Если К этому Ещё Сварить Пюрешку Сделать И Греческий Салат А Вот Это Использовать Как Подлив Это Будет Бамбяо Это Короче Готовить Вечность Будьте Готовы На Вечность Ну И Да Пока Малыха Здесь Нарезала Я Вспомнил Что Последний Раз Хотел Лазанью Приготовить Когда Мы Ещё На Прошлой Квартире Жили И Я Вам Скажу Что С того Момента Прошло Четыре Года Но Это Всё Солнце Сегодняшний 12 Часовой Сказался Так Что Ребятки В общем Да Много Всего Замарается Долго Но Я думаю Будет Очень Вкусно Все Ребзики Готовченко Имейте Кстати Ввиду Смотрите Если У вас Неглубокая Тара То Имейте Ввиду Что Надо Заполнять На Три Четвёртых Или Наполовину Иначе У вас Это Всё Начнёт Через Края Вытекать Это Всё Начнёт В Духовке Гореть Ну Короче Вы Засрёте Вообще Окончательно Потом Это Всё Пидорить Ну Так Себе Не Хотелось Да Так Всё Ладно Руки Надо Освободить Так Ваши Ставки Что Вкуснее Окрошка Или Вот Это Блюдо Погнали Так Ой 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 Малыш Кушай Окрошку Мне Больше Достанется Ну Типа Знаете Всё Что Вредно Всё Вкусно Из Этой Серии Так Ладно Давайте На Молекулы Чуть Разберём Это Макаронина Большая Да Вот Так Вот Это Оп Выглядит Давайте Погнали Блин Я думал Что Мало Слоёв Макарон Будет Но По итогу Получилось Всё Как Надо У меня Ребята В итоге Получилось Четыре Слоя Макарон Я Думал Что Мясо Будет Излишне Масыщенее Нежели Количество Макаронин Но По итогу Получилось Всё Как Надо В общем Четыре Слоя Достаточно Честно